Дорогие друзья, добрый вечер! Привет! Меня зовут Моша Фанда. И сейчас я обращусь к вам на русском языке. Через некоторое время, видимо, после моего выступления, будет выступать Гавриил Сандерс. И я, если будет на то необходимость, буду переводить на русский язык, если кто-то заинтересуется. Итак, сегодня мы с вами собрались, потому что у нас в Квинсе и в Нью-Йорке и в Файборо гости приезжает огромное количество миссионеров. И так же, как были макросы в Митсраиме, казни египетские, была саранча, которая все съела. Они мечтают съесть наши души и делают это уже не первый раз. Мы знаем, что со времен египетских казней еврейский народ жив, живет и будет жить. Но наша задача не волноваться, а просто спокойно обсудить, что происходит. И понять, зачем им нужны мы, евреи, зачем они сюда приезжают и тратят каждый год от 300 до 500 миллионов долларов на издание брошюр, на оплату работы миссионеров. Приезжают сотни тысячи. Недавно я открыл веб-сайт Jews4J, и там есть маленькая строчка New York Campaign. Я нажал туда, и там была application, заявление, которое нужно заполнить. Любой волонтир, который хочет приехать сюда и ходить по улицам, и заниматься миссионерской работой, должен собрать 1500 долларов, чтобы получить право приехать сюда. То есть для миссионеров это огромное привилегие, преимущество, привилегия заслужить право денежное. Приехать сюда и здесь провести несколько недель. У них есть расписание, они должны это делать 2-3 часа каждая смена. После этого они уходят отдыхать, выходит новая смена, постоянно свежие силы. Что они делают? Они раздают брошюры, они беседуют, мы об этом поговорим. Но, как вы понимаете, этим они занялись не вчера и не позавчера. Есть интересная история, которая произошла в одной семье. Мама послала свою дочь в Калыч, и в скором времени она почувствовала, что с дочерью что-то происходит. Если бы, говорила мама, моя дочь принимала наркотики, я была бы не так взволнован, но моя дочь не принимала наркотики. Моя дочь стала мне говорить какие-то странные вещи, которые у нас, у евреев, не приняты. Она позвонила Рабаю, Рабаю послушал, что говорит мама про дочь, поехал на кампус встретиться с дочерью. Он нашел эту девушку в общежитии на кампусе, в dormitory, и та была в хорошем расположении духа. Рабай стал с ней разговаривать, задать вопросы. Она говорит, Рабай, я такая счастливая, я нашла смысл жизни. Еврейская девочка из еврейской семьи. А как это получилось, спрашивает Рабай. Он не стал критиковать, он стал спокойно слушать. Он говорит, у меня была любовь. И этот мальчик меня оставил. И мне было очень грустно, я переживала. А у меня в номере, вернее в комнате, была знакомая подруга, моя соседка, которая постоянно мне подсовывала какую-то книжечку. На, почитай, почитай. А я не читала, что мне, зачем мне это нужно. И так столько учебников, столько материалов. И вот сейчас, когда парень ушел от меня, мне было так грустно, так плохо. Я была одна, и вокруг дождь шел на улице, мне было трудно. Я открыла книжку и прочла, Раба, я прочла слова, которые меня так тронули. Это могли быть только слова свыше. А что это за слова, спрашивает Раба. Вот, я вам сейчас открою, она говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Ведь эти могут быть слова только от Бога. А книжка называется Новый Завет. И я пошла к этой подруге, я пошла к ним на собрание. Раба спрашивает, а ты знаешь, где еще можно найти эти слова? Где? Вот, в Танахе, в Торе, в еврейской Библии, не может быть. После этого Раба с ней разговаривал, объяснил, что и как. Девушка еще к тому времени не очень вошла в эту трясину, в это болото, поэтому она смогла вовремя выйти оттуда. Она не получила крещения, бараха шам, все было хорошо, семья была спасена, девушка была спасена. Но, вы понимаете, в чем дело? Миссионеры работают не с студентами Ишибы. Там, где Бахури учат Тору, Гемару, миссионеры не приходят туда. Миссионеры приходят на улицу, где ходят евреи, которые не знают Тору. Которые, может быть, приходят иногда на шабос, иногда на праздник, но которые не изучают Тору. С ними легко поговорить, с ними можно что-то объяснить, такое, что они не знают, заморочившись в голову. И главное сделать это с улыбкой, открытым сердцем, открытой душой. Я потом еще вам покажу, как у миссионеров есть уставы, инструкции, как они это все делают, как предписано правильно, эффективно вести работу с еврейскими душами. Вот с этой девушкой все кончилось хорошо. Но я вам скажу еще одну историю. Два года назад Михаил Немировский, вы знаете, который возглавляет газета Форвардс, позвонил мне и сказал, Мойша, вот тебе телефон, позвони, пожалуйста, в эту семью. Они живут в Пенсильвании, они будут поменять их имена на всякий случай, скажем, Борис и Сара. У них что-то происходит. Я позвонил им и долго-долго разговаривал часами, много дней. Пожилые люди приехали из Советского Союза, прошли войну, прошли Холокост. Борис Борух был в концлагере у немцев, потом в советском лагере, когда вернулся. Он знал, что он еврей, он знал, что это дорого, он знал, что он за это страдает. Он не знал Тору, но он был верен и предан своему имени как еврей. У них родилась дочь, дочь, и они приехали в Соединенные Штаты, она вышла замуж, купили дом в Пенсильвании, все было хорошо. Внук родился, нахрен, замечательно. Постепенно у дочери появились друзья. Друзья приходили тихо, улыбались красиво, вежливые, спокойные, Борух и Сара были счастливы, хорошие ребята. Только почему-то они все время уходили куда-то в комнату, наверх, и там иногда они слышали какие-то пения. Такие вот организованные пения, спокойные такие, хоровые пения. Они спрашивают, что происходит? Ничего страшного. Она не рассказывала родителям ничего, у родителей только сердце было неспокойно, что-то интуиция им подсказывала, происходит плохое. Пока, наконец, они уходили в другие места, встречались где-то в других домах. Дочь постепенно стала уходить от родителей. Мать чувствовала, что она с ней не общается абсолютно. Переживала. А что не могла понять? Наконец дочь приходит и говорит ей, мама, ты неправильно живешь. И тут она произносит вот это вот слово, которое евреи никогда не произносят. Это мать резанула. Ты должна иметь спасение. О, спасение. У евреев такого нет. У христиан есть. А что спасение? Куда? И она стала матери говорить, Иисус, Иисус. И постепенно они отдалились друг от друга, и мама перестала чувствовать комфортно себя в доме, и стала разубеждать, дочь, что ты делаешь, мы евреи, мы не можем быть христианами. А почему? Что? Мать не могла сказать. Только сердце волновалось, только по ночам она не спала. А потом дочь пришла и говорит, ты не принимаешь Иисуса, уходи из моего дома. Матери. У матери чуть инфаркта не было. И когда это произошло, как-то они вышли на Мишу Немировского, и я им посылал материалы, и разговаривал с ними много, и с ними потом работал рабай. История эта еще продолжается, постепенно закончилась тем, что пришла эта руководительница этой группы. По-хозяйски властно посмотрела на мать, сказала, сядем, поговорим. Вы евреи, да. А почему вы евреи? И спросила эта руководительница этой секты, а почему вы, евреи, не живете все две тысячи лет в Израиле? А почему вы изгнаны? А что происходит? А-а-а, ты не знаешь почему, а оказывается потому, что вы распяли Иисуса, и ты должна покаяться. И вот это все продолжалось и продолжалось, пока, наконец, дочь перестала общаться с матерью, ушла, потом порвалась с мужем, а потом оказалось, что этот дом перекуплен этой сектой. Иногда это происходит. Где-то там, house authority на уровне городских властей, какие-то бумажки они сделали, все, они еще дом не потеряли. Мы с вами имеем дело с силой, которая сегодня в основном использует самые добродушные, самые милые средства работы с нами, с евреями. Они вежливы, они улыбаются, они полны очарования, они обнимают вас, они дают вам не только брошюры, если надо, они дадут вам курсы английского языка, если надо, они дадут вам деньги на то, чтобы начать бизнес. Денег много, денег выделяется 500 миллионов долларов каждый год. Кто их кормит? Их кормит Bible Belt. Знаете, эти штаты на юге Соединенных Штатов, откуда родом наш президент. Техас и так далее, и так далее. Это не католики, это не, естественно, русские православные, это евангелисты. Или рожденные свыше, они еще говорят на английском, бон и ген. Как известно, католическая церковь буквально несколько лет назад перестала заниматься миссионерской работой с евреями. Православная церковь тоже сказала, этим не надо заниматься. Теперь занимаются этим только евангелисты. И вот среди них был я. Родился я в Москве. Родители у меня были евреи. Мама Варушевна жива на Брайтоне, живет 83 года. И, естественно, была я секулярная семья, и я ничего не знал. И когда я начал искать смысл жизни, и когда я стал думать, а зачем мы живем, а что происходит вокруг, люди умирают. И тем не менее, все ходят на работу, делают какие-то дела. В Союзе тогда не было бизнеса. Это было до начала перестройки, когда у меня начались эти мысли. Мне было 16-17 лет. Тем не менее, я видел, что все лишено смысла. Зачем люди живут? А ответа нет. А когда я задавал вопрос маме, она думала, что меня нужно отвезти к психиатру. Когда я задавал этот вопрос своим друзьям, я поступил тогда в Пятнер институт имени Ленина, они тоже думали, что меня нужно отвезти. Но не к психиатру, но, во всяком случае, отвезти погулять. И постепенно я оказался в организации, которая собиралась под пули. И мы там изучали досконально тексты священного писания, ну, христианского и еврейского, в переводах русской православной церкви. Были мы там, я уже тогда познакомился с будущей женой, мы туда ходили вместе, потом ушли, потом мы разочаровались. Вот это интересно, почему мы, два еврея, разочаровались в этой подпольной секции. То, что руководители секты сидели в лагерях и были верные такие, преданные, честные, никто не сомневается в их отдаче, в их вдохновении. Но эта организация христианская говорила, что Всевышний примет только их, вот всех других отвергнет, даже все другие церкви, не говоря уже о евреях. Что уж говорить до евреев, то я тогда сразу услышал фразы, которые не сразу до меня дошли. Такие слова, как, например, евреи лишены брохи благословения, потому что было распятие, Бог отверг евреев, говорили они, 2000 лет евреев рассеяны, это урок всем народу, что бывает с теми, кто отверг своего создателя. Евреи виноваты. Тогда на меня это не очень сильное впечатление производило, потому что я жил в секулярной семье, я не знал на самом деле, что такое еврей, кроме того, что евреев не берут в институт, не дают им карьеры и так далее, и так далее. Но постепенно меня это так стало мучить, что мы не смогли больше ходить на эти встречи. Было долгое время поисков, потом мы перешли в официальную церковь, и постепенно началась карьера, меня рукоположили менестер, служитель, пастор, вокруг были несколько даже евреев в Москве, и все было бы хорошо, если бы не вопрос. Вопросы, которые не давали мне покоя. Вопросы, которые мы с вами в какой-то степени разберем сейчас. Потому что это те самые темы, те самые слова, с которыми к вам обращаются на улицах. И будут обращаться миссионеры. И посмотреть, как они изощренно искажают Писание, для того, чтобы доказать, что они правы. А когда у тебя нет еврейского оригинала, когда ты не знаешь иврит, как можно разобраться? Ты еле достаешь ситуацию, какая в Советском Союзе. Запрет на религию. Ты открыл Библию, в метро тебя могут арестовать. Ты наконец нашел эту книгу, ты ее читаешь под подушкой, и ты думаешь, ва, это уже чудо. И оказывается, это тоже неправда. То, что они переводят. И вот, когда я стал разбирать этот вопрос за вопросом, появилось много сомнений. А когда подходишь с такими вопросами к старшим, руководителям Всесоюзной Организации Христианской, и они говорят в ответ, тебе нужно молиться больше. Тебе веры не хватает. Я говорю, послушайте, вот я вижу, что в посланиях апостолов и в Евангелиях написано, что у них три там члена божества, троица. А в Танахе, как называли, Ветхий Завет, этого нет. А почему? Молись, брат, тебе откроется. Были другие вопросы. Давайте разберем какие-то. Как это делают христиане? Что они делают в течение двух тысяч лет? Причем не миссионеры, они в этом, собственно, не особенно виноваты. Им это дается, и они это изучают как аксиому, как истину. Это начиналось две тысячи лет назад. Это делали апостолы, статуи которых стоят в католическом храме, иконы которых висят в православном храме, то те, которых они называют святые, эти апостолы занимались подтасовкой текстов. Например, они говорят, вот, и миссионеры подходят к вам, открывают перед вами в английском переводе, в русском переводе писание, говорят, вот у вас, у евреев это написано. Скажем, 22-й псалом. Написано вот, смотрите, псы, как псы, они окружили меня, пронзили руки мои и ноги мои. И стоит бедный еврей, и думает, пронзили? Действительно написано? А тот спрашивает, миссионер, кого же пронзили в истории еврейского народа? Ну? И у тебя в голове, о, Иисус! А кого еще? Вот видишь, у вас в Танахе написано об Иисусе. Но они не скажут вам, да и сами, может быть, не знают, что нет там слова пронзили, там есть слово Каари. Ари – это хорошее еврейское имя. Лев. И Довид Хамеллах писал в Тахелем, что как лев они у рук моих и ног моих. Откуда это знают евреи, которые не читают своего Танаха, своего Писания? Миссионер начинает работать дальше, начинает подсовывать что-то еще. Скажем, для примера, возьмем самое знаменитое у них. Во втором псалме они читают «Поцелуй сына». Ничего подобного нет. Написано «Исполни заповедь». Надо же знать тексты. Или написано «Смотри, 53 глава Исаии». 53 глава, у них на майках написано, знаете, 53 глава Ишия. 53. Я не знаю, время у нас есть или нет, я принес эти тексты. Поверьте мне на слово, когда они перед вами открывают эти тексты, как я в свое время первый раз их читал, и когда потом я сам открывал эти тексты другим, то я был убежден, что тут уже, прочтя эти тексты, ничего сказать против нельзя. Самые крупные евангелисты, проповедники, которые учат миссионеров, как работать с евреями, говорят, вот эту главу откроете, ни один раба ничего не скажет. Прочесть? Вы готовы? Интересно. Итак, Ишия, да? 53. Несколько слов. Он был презрен, умален перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он взял на себя наши грехи, понес наши болезни. Он был наказуем за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Он страдал добровольно. Такие слова о ком это? Спросят вас миссионеры. А что вы ответите? Что вы скажете? Если у вас честная душа и вы хотите эмэс, правду, все. Надо идти на их собрание или надо идти к рабаим? А что скажет рабаим? Вот. Рабаим, Баруха Шем, знает, что на самом деле написано. На самом деле перед нами одна, вернее, последняя песня раба. Песня о рабе. Таких четыре песни у пророка Исаия. И везде, начиная с 40-й, 42-й главы, Исаия повествует о том, как страдает раб Всевышнего. Ходишь в Баруху, есть раб. Только вопрос, кто этот раб? Но почему миссионеры берут только последнюю, 53-ю главу? Потому что именно в этой главе не написано, кто раб. Нету парол, нету объяснения. А главный излюбленный метод миссионеров это вырвать часть из контекста текста, да, и начать с ним работать. Но когда мы открываем 42-ю главу Исаия, то там четко написано, кто этот раб, который страдает. Открываем 44-й главу. Ныне слушаю Яков, раб мой Израиль, которого я избрал. Кто раб Всевышнего? Народ Израильский, который страдает, который мучен, который берет на себя наказание от злобы всего мира. Но самое интересное даже нет, поскольку христиане не владеют евритом. Они не знают, что в конце главы 53-й, которую они так любят, которая для них считается аксиомой. Вот это скажешь еврею, все, еврей твой, веди его на крещение. Хасмичалдом. Тут написано, он, вот этот раб, узрит потомство долголечное. А! И миссионер скажет, ну, потомство, смотри, христианский мир, это его потомство. Только написано слово зера. А что такое зера? Это биологическое потомство, это душа от человека, от семени мужа. Это родной сын. Помните, когда Авраам разговаривал с кудрой Барухой, и тот сказал, что у тебя будет потомство как звезд на небе, как песка, на земле, то, что сказал Авраам? Ты имеешь ввиду от Элазара, от моего ученика Элазара из Дамаска, да? Он, наверное, будет, он мой ученик. И что говорит ему кудрой Барухой? Нет! У тебя будет родной сын зера и цеха. А как будет слово, которое означает духовный сын, туда-сюда, это бэм, да? Но здесь же написано Зера, но христиане этого не знают. Им не хочется даже знать. Им лучше вырвать все из контекста и так же легче живется. Скажем, Матфей в Евангелии говорит, да исполнится реченное у пророка сына своего я выбил из Египта. О чем речь идет? Ну вот, Мария взяла Иисуса, убежала в Египет, потому что там было избиение младенцев, вернулась, поселилась в Назарете, вот, вывела сына из Египта. Это пророчество. Открываешь Аше, Осию, там написано, оказывается, речь идет не о одном человеке, но написано, сына моего, первенца моего, кого? Народ израильский. Я вывел из Митрая. Есть даже совершенно удивительный момент, который тоже не сразу я понял. Тот же самый Матфей говорит, когда они вернулись из Египта, они поселились в городе Назарет. Хороший город, кто-то там был. Да исполнится реченый от пророка Назареем наречется. Можно собрать весь в ад Квинсона и спросить Рабоним, где в Танахе написано это пророчество Назареем наречется. Такого нет. Матфей просто придумал. Но две тысячи лет живет этот обман. Две тысячи лет. Сколько христиан сейчас на планете? Миллиард? Да? Вы понимаете, что такое сладкая ложь? Она нравится, так это будет называть правдой. А что на самом деле написано никого не касается. Или они берут Исаия, седьмая глава. Тоже очень любимая, но уже не так любимая, потому что благодаря работе Art Scroll у них появились переводы. И они иногда уже начинают что-то понимать. Но очень трудно. Все дева, да, любимая дева, все дева во чреве примем и родим сына. Ну, о ком? Дева. То есть, без мужа. И только недавно, благодаря работе Art Scroll, христиане стали видеть, что написано, какое слово «Алма». «Алма» это не дева, это молодая девушка. А как будет дева Бетула? Но Бетула там не написано. Один пастор говорит, да, послушай, правильно, но ведь так, так перевели же Арабаи, Септуагин тут переводили Арабаи, семьдесят мудрецов в Александрии, да? Но этот пастор не знал, что семьдесят мудрецов переводили не весь тонак, а переводили только пять книг Хумыш. А все остальное переводили «Будь здоров, не волнуйтесь, свои люди из церкви». И переводили так, как им хочется. Раба Товия Зингер, который, может быть, приедет, там, вы знаете, да? Он гениальный Рабаев, знает Новый Завет наизусть. Он, когда приезжает на кампус в университет и начинает им доказывать христианам, что у них в Новом Завете тоже полно беспорядка, он мне рассказывал, что там люди плакали, христиане. Они были в таком ужасе от того, что весь христианский мир держится на лжи, но красиво лжи. Он рассказывает эту историю, что один принц вышел из замка и ходил по парку и увидел вдруг, что в дерево воткнута стрела, в самое яблочко там мешали, в яблочко воткнута стрела. Он удивился, такая точность выстрела. Он пошел дальше, он увидел еще одно дерево, там еще стрела, в яблочко, в десятку. Он думает, кто же это стреляет? Наконец увидел мальчик такой гуляет с челном, со стрелами, с луком. говорит, мальчик, это ты делаешь? Он говорит, да. Ты так стреляешь, ты стреляешь лучше, чем все мои стрелки в царской армии. Да. А как ты это делаешь? Покажи. Очень просто. Тот берет стрелу, лук, стреляет в дерево, попал в дерево, подходит, берет мелочек и начинает рисовать мишени вокруг. Ну, получается, что точно. Вот что делают христиане. Им же нужно, чтобы Танах доказывал, что они правы. Поэтому они делают перевод так, чтобы сходился баланс, страйл баланс, чтобы все было абсолютно хорошо. Есть масса других вещей, на которых у нас с вами даже нет времени. Но есть, вот еще одно расскажу. Когда я это узнал, после этого началась у меня окончательная шва уже. У Захарии, и христиане это обожают показывать, у Захарии есть строчки. И спросят его, откуда у тебя на руках рубцы? И он скажет, это от того, что били меня в доме моем, любящие меня. Ну, пожалуйста, у кого рубцы? на руках. Ну, посмотри вокруг. Это же наш великий, да? Его же вы распяли. Ну, сегодня христиане об этом говорить не любят, потому что это как бы обижает еврейские чувства, а у них теперь задача нас не обижать, а привлекать. Но опять срабатывает замечательное правило христианских миссионеров. Вырвать из контекста, взять кусочек текста, перевернуть его так и сяк, оказалось, что он подходит по всему случаю жизни, потому что Захария в этой главе пишет совершенно о другом. Он пишет о том, что будет, когда придет Машир, когда народ, люди на земле узнают Эмс, когда присутствие Хашама будет так близко, и знание его разольется, как написано в другом пророчестве, как воды покроют землю. И тогда лжепророки, говорит Захария, устыдятся, и даже родители, если увидят, что их сын лжепророчествует, будут бить его. И спросят его, откуда у тебя рубцына, потому что меня били папа и мама за то, что я лжепророчествовал. Значит, это пророчество о лжепророках. Может быть, это единственное пророчество об Иисусе, потому что это явный лжепророк. Хотя этот мальчик изучал иудаизм и даже был ортодоксальный еврей, но отличался строптивостью характера и, как пишет Талмуд, вел себя очень грубо в отношении к парусиным, к учителям, к рабоним. Обиженный собрал вокруг себя необразованную чернь. Апостолы, написано в Евангелии, ловили рыбу голышом, без одежды вообще. Когда он приближался, они говорят, может быть, мы отделимся. Этот уровень рухнется. И они учат весь мир апостолов, что такое правда. Если разобраться и копаться дальше, то можно без конца находить все больше и больше ошибок. Главное, нет. Главное, что эти друзья сегодня приехали к нам в гости. Они хотят нас чему-то научить. Но обратите внимание, почему сегодня они это делают с улыбкой, ну, буквально последние сорок лет. Но ведь сорок лет это ничто. Наш народ существует четыре тысячи лет. И последние две тысячи лет они к нам относились как-то вот без улыбки. Католическая церковь предпринимала крестовые походы. А до того, как начались крестовые походы, католическая церковь расправилась даже с своими евреями. Ведь на самом деле христианство создали евреи. Для некоторых пасторов, которые сегодня делают гиют даже, или идут в Бненох, исполняются в заплате нох, уходят от христианства, и таких уже все больше и больше, для них становится откровением. Они начинают работать с евреями, они начинают проповедовать евреям, они сами начинают читать и узнают, что их дорогой Иисус еврей. И апостолы евреи это уже шок. Не представляете себе? Для такого кандового пастора из Техаса узнать, что его любимый Господь еврей это почти инфаркт. Это очень тяжело. Это нужно думать, это нужно для него пережить. И они иногда делают честные выводы, и возвращаются к истине. То есть многие становятся вныновых, есть целое движение вныновых. Но, что интересно, ведь вначале были евреи, в первом веке были евреи. И эти евреи, они были настолько пропитаны знаниями Торы, что даже хотя они ошиблись и приняли Джей за Шиаха, потому что он делал чудеса и так далее, и так далее, тем не менее, они соблюдали заповеди. И, безусловно, троицы, у них в голове не было и непорочного зачатия, и девы, и так далее, и так далее. Они встречались в шаббах, в синагогах, и что произошло? Рабоним приняли решение ввести еще одну браху в Шимон-Эссер, для того, чтобы не дать им возможности посещать синагоги. Браха, избавь нас от предателей, от обманщиков, накажи их. И они стали уходить оттуда, и они образовали свои центры, и когда буквально через несколько десятилетий все больше язычников из Римской империи, из окружающих народов стали принимать их учения, эти язычники стали избавляться от евреев, потому что язычники хотели, чтобы в христианстве была Троица, все как было раньше. Ведь сама Троица идет из древних культов. В Древнем Египте была Троица, в Персии была Троица, в Иране была Троица, Ирана тогда не было. Многие народы имели Троицу, многие народы имели легенду о том, что Бог совокупляется с женщиной, рождается человек и Бог. Им было приятно в новой религии иметь те же самые легенды. И церковь тоже хотела этого, потому что церковь тоже была языческая. И кончилось тем, что они просто физически уничтожили даже евреев среди своих епископов и так далее, и так далее. А потом уже ничего не могло остановить их от того, чтобы начать обрушиться на евреев. И вот эта вся история христианского мира, отношения к нам делится на самом деле на три главных этапа. Вначале они говорили, евреи не могут жить с нами как евреи, и нас заставляли принимать крещение. Если мы не принимали крещение, то наших отцов сжигали и убивали, и наши отцы совершали и отдавали свою жизнь, лишь бы остаться верными Торе и Кодыш-Бороху. Потом они сказали, евреи не могут жить с нами. Да это было, евреи не могут жить с нами, как евреи, заставляли креститься. Потом, евреи не могут жить с нами, и что, появились гетто, а потом пришел нацизм и сказал, евреи не могут жить. И нас просто истребляли. А потом пришли миссионеры и сказали, ой, это все ошибка была. Вот это все, что они делали, христиане, 2000 лет, это ошибка. На самом деле мы вас любим. Мы хотим быть с вами. В 60-е годы один руководитель евангелистов писал другому. В последнее время я все больше убеждаюсь в том, что все наши методы работы с евреями оказываются неудачными по той причине, что мы не можем понять, что слово крест, слово крещение, слово церковь для любого еврея нормального, пропитанного воспоминаниями о страданиях, о горе, о сожжении, о погромах, мы должны использовать другие слова, другие подходы. Это написано в письме, это можно привести. Теперь мы должны говорить не крест, а древо. Теперь мы должны говорить не крещение, а микро. Теперь мы должны говорить не церковь, а синагога, мессианская, пастырь, не рабай. И давай, говорит он, откажемся от свинины, хотя бы, когда евреи рядом. И будем встречаться в субботу. И даже хорошо бы на манер еврейского богослужения иметь свиток Торы. Свитки Торы они покупают, ставят минору. Покупают у реформ евреев, есть такие реконстракшенности евреи, что-то такое. Пасту абсолютно нельзя использовать. Те продают дешево, миссионеры покупают. Сегодня они к нам хорошо относятся. А что за этим стоит? За этим стоит все то же самое желание прекратить существование еврейского народа. Они только говорят, теперь вы идете не к христиану, вы идете к нам. Мы-то и есть настоящие евреи, которые приняли Иисуса. Что изменилось, скажите? В конце двухтысячелетнего периода убийства, уничтожения, многие историки считают, что нацизм, Хитлер, не будет помянут его имя, был продолжением развития христианства. Папа римский Иннокентий во времена Второй мировой войны что делал? Защищал евреев? Нет. Иннокентий, инноцент, он невинный, он молчал, он закрывал глаза на это. Не изменилось ничего, кроме тактики работы с нами. Я взял с собой интересный материал. Выдержки из брошюры, которые получают миссионеры перед тем, как приехать на работу. Может быть, то же самое, что получают они сегодня перед тем, как приехать в Нью-Йорк. Предложение первое. Вы должны стать настоящим другом, попробовать наладить добрые взаимоотношения со своими знакомыми евреями, прежде чем начать свидетельствовать им. Дальше. Обратите внимание, что те миссионеры, которые пытались привести еврейские души ко Христу, абсолютно не старались узнать собеседника поближе, поэтому они не были удачны. Мы должны с евреями дружить. Ни в коем случае, написано, не оставьте впечатление, что вы интересуетесь жизнью еврея, для того, чтобы обратить его в свою веру. Нет. Вы должны изобразить искреннюю дружбу, искреннюю любовь, улыбку. Я даже знаю, мне рассказывали об одном миссионере, он сидел у зеркала, репетировал улыбку. Я помню, когда я был сам еще пастором, в Москве была еврейская выставка книг в 88-м году, по-моему, и я представлял в Сокольниках, не, в ДНХ, и христианскую литературу, у меня уже были вопросы, вдруг я узнаю, что есть израильский павильон, я иду туда, вхожу, много наших евреев, подхожу к, стоит проба, черная шляпа, брода, я к нему по-английски улыбаюсь, как указано в брошюре, а ты читал пророчество Даниилов? Он говорит, читал, и ты читал? Я говорю, да, но там же написано, я говорю, об Иисусе? Он говорит, нет. И спрашивает меня, на каком языке ты читал? Я говорю, на русском, гордо, а на иврите? А зачем, я спрашиваю? Он мне дал тогда эту книгу, которую он перевел, это знаменитая книга Рамбана, Нахманида, Диспут, которая произошла между крещенным евреем, монахом Пабло и великим нашим мудрецом Рамбаном перед королем и тогда выиграл Рамбан, был вынужден бежать. Рабаи никогда не советовали, чтобы мы проводили диспуты, потому что диспуты подтасованы, всегда это кончается плохо для евреев, потому что мы побеждаем в диспуте, а потом они нам мстят. Но, когда я прочел эту книгу, я очень много думал. А когда я приехал в Нью-Йорк, у меня была идея создать общину для евреев и христиан, общую религию, что-то такое, я не был связан с евреев Иисусом, но у меня была такая же мечта, такой же план. На самом деле, я все ближе возвращался к Тори, и создав эту общину, буквально через 9 месяцев были роды. Мы сделали шивай, 50 человек, ушло из христианства, мы были на Ошен-Эвене, в Руплине. Но, когда я приехал сюда, я встретил одного еврея артодоксального, который сказал мне имя, которое вспомнил Хаскелевич. Вы знаете, Раба Хаскелевич переводит на русский язык псалмы, историк, в Руплине живет. Так, о, это та фамилия, которая, помню, была в этой брошюре, которая тогда получил, совершенно непонятно как, это Ашгаха, Братовик была, это было проведение на выставке, прошло столько лет, я приехал в Америку, я встретился с ним, мы с ним разговаривали целую ночь. Он стал тем рабаем, который взял всю мою общину и стал проводить шиурю на Ошен-Паркове, потом уже на Брайтоне. До сегодня уже 10 лет, уже новые люди. все время в жизни была Ашгаха, Братовик. Но, почему я это говорю? Я тоже улыбался, когда подошел, но слава Богу, что в результате этих улыбаний у меня в руках появилась книга, которая заставила меня думать. Они приспосабливаются к нам. Вопрос, почему иногда они успешны? Помните про эту девушку в общежитии? Она не знала Тора. Помните про эту разбитую семью в Пенсильвании? Дочь не знала Тора. Иногда миссионеры доходят до того, что лгут совершенно откровенно, без зазрения совести. Если вы заходите на сайт Jews for Jesus, там есть, считается, самая сильная страница. Раба, исхубили в Джисус. спрашиваются. Неужели? И они приводят такие имена. Я не знаю, кто это слышал о таких рабаев или нет. Генри Бергман. Генри. Рабай Генри. Рабай Леопольд. Конн. Рабай Рудольф Гурнанд. Филипп. Филиппс. Макс. Вартайм. Макс. Вообще, что это за имена еврейские такие? Леопольд. Я не поленился и просмотрел их историю. Считается, что это они сами написали, эту историю своей жизни. Вы знаете, кроме того, что я знал сам и то, что я рассказал вам хотя бы немножко, как христиане апостолы искажают и меняют и коверкают наши тексты, это нахо, там ничего не было. У меня было впечатление, что это так называемые рабаи вообще евриты даже не знают. И они говорят об этом. Потому что они очень хотят нашей души. Итак, вопрос, зачем мы им нужны? Они вам, конечно, расскажут, что они нас любят и дают, подкрепляют эту любовь миллионами долларов. Вы знаете, что Алия во многом спонсируется христианами. Христиане проникают в Израиль, они принимают ги-юры, они ходят в Ульпан, учат иврит, в Танах, вопросы. Иногда раба антодоксально дает им ги-юры, он даже не спрашивает. Они настолько похожи на евреев, они настолько хорошо все делают, они настолько открыто говорят все правильно, ложь во спасение, что никого даже мысль не закладывается в сознании, что они обманывают и все больше миссионеров, имея паспорт в Израиле, работают среди евреев. Более того, они приходят в Кнессет, который не отличается большой любовью к Тории, и говорят, вы получаете от нас материальную помощь, вы должны принять от нас моральную помощь, то есть, разрешите нам открыто работать на улицах, сегодня разговор идет в Израиле о том, чтобы начать телевизионное обещание христианской евангельской станции. Почему мы им нужны? потому что они нас любят? Нет. Опять бизнес. В конце Евангелия Иисус в Новом Завете говорит, смотрит на Иерушалаем, на жителей Иерушалаема, на Равоним, которые его отвергли, и говорит эту фразу, не увидите меня, пока не провозгласите Асана к грядущему во имя Господня. То есть, я приду только тогда, когда вы меня примете. Второй раз. Задача христиан сегодня заставить нас принять его. Но для этого мы должны быть в Израиле. Поэтому они нам дают деньги, чтобы мы делали Алиио, они помогают Израилю, они отстаивают целостность территориальную, они против отдачи земель палестинцам и арабам, они против были отдачи Гушкатиева, они против отдачи Вестбэнк. Такие хорошие друзья. Почему мы им нужны? Потому что в итоге они хотят нам морально помочь, заставить нас, принять в христианство, но теперь они называют complete due, полный еврей, завершенный еврей. Обманом нет конца. Вопрос, что мы можем противопоставить? Один арабай сказал, еврей, который знает хотя бы одну строчку геморр и никогда не поддастся на заверение миссионеров. Так давайте делаем так, чтобы Тора не закрывалась в наших руках, чтобы мы ее знали, чтобы мы ее любили, чтобы мы чувствовали присутствие Кадыш-Баруху, чтобы наша молитва имела кого-то такое вдохновение, чтобы мы знали, что мы с ним общаемся. Давайте не особенно разговаривать во время шаха, особенно в шаху, да? Давайте вспоминать, что за нашими плечами. Заход будут заслуги наших братцев, которые не поддавались на обман, которые шли на костер, которые шли на смерть и оставались евреями, чтобы наш народ был достоин, чтобы мы знали нашу Тору, хранили ее в своем сознании, в своем сердце. И Баруха Шамшему живы, и Баруха Шамшему пришли, только теперь главная задача, чтобы вы взяли материалы, чтобы вы раздали своих друзьям, чтобы вы приглашали их на шаху, чтобы вы пели песни, чтобы вы вместе радовались, имели симху в шаху, чтобы нашим друзьям было хорошо не с ними, а с нами. А вас спасибо за внимание. Шалам алейхам. Я очень рад, что вы с вами сегодня. мне очень радостно быть с вами. Если бы только мы знали, какое мы с вами чудо, мы бы прыгали через потолок от радости. но мы с вами не пробиваем от радости долог, потому что, наверное, нам что-то еще надо получить. So, let me say the most important thing tonight from the very beginning. Number one, Hashem loves every one of us very much. and I love every one of you very much. And the great joy is that we all get to love each other very much. Because this is what we pray when we and we say we say we love to it a shame and et cetera, et cetera. And we love You love your neighbor as your son. Good. Thank you. By the way, Moshe did a fantastic job, didn't he? It was excellent. So, I think another big hand for my friend Moshe. So, first of all, thank you very much for staying, those of you that don't speak English. So, now I have to say half as much, twice as fast. So, here we go. Fasten your seatbelts. My name is Gavriel Arie Sanders. It wasn't always this way. I was born in Atlanta, Georgia. So, I'm a Gruzini. An American Gruzini. And my mother and my father were two people that were not matched very well together. My mother was from Chicago. My father from the middle of nowhere in Georgia. She was a city girl. He was a country boy. And I was the result. So, it was very confusing. My parents divorced when I was two and a half. I don't remember growing up with my father. And until the time I was 15, maybe I saw him 20, 30 times. My mother moved changing jobs all the time. I went to a different school every year of my life. So, in school I was always the new kid with no old friends. Now, think for a minute how would that feel if that was your experience always new never any old friends always in a new place. How would that feel? So, I dropped out of high school when I became around 15, 15 and a half. School had no value to me. It was not fun. I had discovered the streets and people in the streets. and the things that people in the streets do. You can use your imagination and you'll probably be right. And more. I think back to that time and I think, was I crazy? I did such crazy things. I'll give you one crazy example. But there are dozens. At 15, I started in Georgia, then we moved to Florida, then we were living in Texas. at 15 and a half, one day, I put out my thumb and I hitchhiked to California. I went to the ocean, I loved the ocean, I stayed with some drug dealers for about two weeks, I slept in a little corner on the floor, we didn't need to eat very much in those days, you know, we had other things to put in our bodies. And there was a little place, the town was called Huntington Beach. Okay. And on the main street were some shops, and among the shops was a little special Christian missionary outreach. The name was called Teen Challenge. Remember that one? Oh. And it was called Youn. Youn. That was the name of it. time. So, I went every night, not for the religion, but for the sandwiches. Because at that time, religion, God, I mean, to me, God was the first syllable of Godzilla. That's good. You know, the Japanese, the monster, the Japanese monster, the big, like a big reptile, like a dinosaur. Dragon. Godzilla the dragon, right. So, I didn't, but as I listened to these people talk every night, every night, every night, something began to work inside of my thinking. And though I didn't really understand what they were saying, something inside of me said, maybe there is a God, maybe I could believe, maybe He cares about me. So one day I stole a Bible. It's better than other things I stole. Because I used to break into houses and steal alcohol. I told you, I was a street kid. I don't look like it today. But I know where he lives in my heart, this street kid. So I have to take him to shul three times a day so he stays a good boy. And I tried to read this Bible. But when you're stoned, it doesn't make much sense. So I hitchhiked, I was hitchhiking back to Texas. And I got arrested by the California Highway Patrol. They put me in a juvenile jail. They said, where's your parents? And I said, I don't know. And in the days before computers, they found my parents. And in the days, before computers, they found my parents. Police are smarter than we think they are. And so I went to live with my father on the other side of the world because my mother said, enough of you. My father lived in a tropical paradise. Off the coast of Africa, the east coast of Africa, you go to Mombasa, Kenya, the port city of Mombasa, swim out 1,000 miles and you come to where my father lived. It's on the eastern border of Africa from port Mombasa if you're a 1,000 miles and you come to where my father lived. The name of the place was the Seychelles Islands. Beautiful place. My father had another family. Another son, my brother Michael. And for me, it was too little, too late. After three months, my father said, the boat leaves tomorrow, you're going on it. Aren't you happy I wasn't the friend of one of your children? Because I did not influence people in a positive way. Today I try to repair the damage that I did. Why do I tell you all of this? I'm actually telling you more than I tell most groups. more than I tell others. Why? Because I want you to really know where I'm coming from. And that for me today, to live a life that's based on Torah and mitzvot is nothing short of an enormous miracle. So, let me try to connect the dots of my life. Because I've been a Catholic, a Protestant, a man of doubt, a reformed Jew, and an orthodox Jew. Guess which one I am today. And you know, who I am today. Right. Right. How did I get to where I am today? That now I'm sitting here, standing here tonight with you and my brother Moshifundu and we're talking about this subject. How did this happen? So, let's quickly run through some mountain tops of experiences. I came back to Dallas, Texas to live with my mother after my father threw me out like garbage. And I sat in the park one day and two very nice people walked over to me and they said young man do you know the Lord? Now the only Lord I knew were two friends of mine Tommy Lord and Bobby Lord from Florida. It finally I understood that they're talking about God. So I'm thinking again, you know, the dragon Godzilla. Because when I was a little boy I went to Catholic school and they taught me in Catholic school God is angry every day. I was sure he was angry because I was so bad. And I was sure he was angry because I was so bad. But that was just an example of my big ego. They opened a little booklet a yellow book called The Four Spiritual Laws. And they open the four spiritual laws. I didn't know there was one spiritual law. I didn't know there was one spiritual law. Now there's four. They told me number one. They said God loves you and has a wonderful plan for your life. But you are separated from God by a condition called sin. And you can't reach God by trying to be good. Because you will fail. So you need a savior. So 2,000 years ago God visited the planet. He made himself into a man. He lived the perfect life. And he died the sacrificial death. And if you will believe that you'll receive a new life. Wow. Believe and receive. Sounds pretty good. And for me with a big hole in my soul it sounded like good news. Because they told me where I had hate I would feel love and where I felt emptiness I would be full and where I was confused I would be sure. Now if you had to choose between empty and hate and confused here and fullness and love and being sure here which would you choose I'm the same I said okay maybe it's true I don't know I'm not sure but I'm willing to try so I prayed a little prayer and they sent the youth director to visit me and I went to the church with them this was the beginning of a twenty year experience in the evangelical pentecostal charismatic church it became all of my life even at sixteen seventeen eighteen I was a fiery young evangelist everything they taught me I studied it well and I believed it with all of my heart there were two or three very compelling very strong ideas first they told me that I must communicate to as many people as possible the idea they must believe in JC or they would go to hell I had to give everyone a chance to accept or reject another important thing was that JC was supposed to come back we said he was here two thousand years ago and he's coming back and he could come back anytime and if he came tonight some of the people would leave the planet and some would have to stay the ones who believed in him would disappear off the earth and the ones who didn't believe would remain for seven terrible years yeah three and a half years you know there's three and a half years I know it's amazing excuse us we're talking theology he tells me that three and a half years they'll stay here after the second coming and I said that the adventist I was a little different so I would ask people the question if he came tonight do you want to be one that goes or one that stays now what am I doing here I'm creating a problem that only I have the solution for that is a sign of a cult I didn't know it then but I sure know it now and I'm still working to fix the damage that I did in that category also it's not that I feel guilty I feel responsible I went to a bible college in Los Angeles California I got a BA in theology and during that time I learned about the importance of reaching the Jewish people because one of the things that they taught me in college was that before JC could come back the Jewish people a large number of the Jewish people had to come to believe in him now for nearly two thousand years most efforts by the Catholics and the Protestants and the Orthodox most efforts to convert the Jews failed let me qualify that just a moment most efforts to convert Jews willingly failed there were many forced conversions like the time of the Inquisition большинство стараний церкви по обращению евреев к христианству добровольному закончилось неудачей но насильственно многие евреи были обращены особенно во времена инквизиции here's a scary thing to think about more more Jews have willingly converted to Christianity in the last twenty-five years than in the last twenty centuries more than 20 years than the last 20 centuries how is this possible because they think they're becoming more Jewish Потому что эти евреи думают, что они становятся еще более еврейскими евреями. Потому что изменилась упаковка, в которой торгуют и продают свой товар христианин. Так же, как внутренность та же коробка изменилась. Я помню, когда это произошло 30 лет назад. И кто-то сказал, что мы должны достичь евреев тем, что сами станем немножко более еврейскими. И вот один из курсов, который я посещал, преподавался с целью обучить миссионеров тому, как использовать в большей степени еврейские символы для того, чтобы проповедовать евреям. И вот я помню этого Магаврин. Магаврин. Крупнейший евангелист, который сказал, мы должны начать создавать мессианские общины, полуеврейские. Они должны встречаться вечером в пятницу и в субботу. Должен быть арон-кодыш. Абима. Небольшая должна быть термолочка на голове. И когда кушают вместе, чтобы не было свинины. Чтобы и смотрелось по-еврейски, и чувствовалось по-еврейски. И тогда евреи будут чувствовать себя более удобной, потому что они не будут ощущать себя в церкви. Так вопрос. Получилось у них что-то? Давайте посмотрим на статистику. В 1986 году в Северной Америке было около 50 мессианских общин. И около 30 в Израиле. Сегодня, есть более 400 мессианских общин в Америке. И около 100 в Израиле. Теперь, я хочу сказать, что большинство людей, которые идут к эти мессианские общин в Америке, не жури. Большинство. Большинство тех, кто приходит в эти мессианские общины в Израиле, не евреи. В отличие от Америки. Большинство. Some of them are half, some of them are a quarter, some of them are a third. Кто-то наполовину, кто-то на четверть. Смешанные браки. И я сам посещал такие общины и убедился в этом. Вам я не рекомендую посещать их. И вот я посещал эти школы, эти колледжи и учился тому, как наиболее эффективно достичь открытой еврейской сердце. Итак, что же самое важное, что мы, нас учили, мы должны использовать для того, чтобы достичь еврея? The Hebrew language is maybe a good place to start. So, where is the best place to learn Hebrew? Brooklyn, right? Brooklyn, right? No. The land of Israel. Земля Израиля, конечно. So, I heard about a program called an Ulpan, where you could learn four hours a day in the class and work four hours a day in the kibbutz. И вот тогда я узнал о программе, которая называлась Ulpan, где можно четыре часа в день учить в школе еврит, а потом какое-то количество часов учить уже в kibbutz во время работы еврей. So, in 1977, I went to my first kibbutz experience. И вот, what is it? И вот тогда, в 1977 году, впервые я оказался в kibbutz. You're thinking to yourself, 1977, this is 2006, we'll be here for two days. Вы думаете, 1977 год, а сейчас 2006, буквально пару дней прошло. We'll go quickly. Да, мы быстро движемся. My first kibbutz, I was there for five weeks. I didn't learn all the language. I got kicked out because of missionary activity. Первый kibbutz, где я оказался, я там провел немного времени, всего пять недель, меня выгнали за мою миссионерскую деятельность. I told a young Jewish lady from California, that... ...ладой девушке из Калифорнии в kibbutz, что она может, наконец, стать настоящей еврей. And that if she believed in JC, JC would make her kosher. ...если она будет верить в Иисуса, так он ее сделает кошерный еврей. And this young lady knew nothing about Judaism. Она в иудаизме ничего не знала. She knew it was something her grandparents did in Europe. Она вспоминала, что, может быть, в Европе, как какой-то ее прадедушка этим занимался. And her parents rejected it in America. Родители в Америке отвергли иудаизм. And her parents wanted her to learn something about being Jewish, so they sent her to Israel to a kibbutz to become a Zionist. So she meets me and becomes a Christian. Her parents were not happy. Her mother came to Israel to visit. And I had a lot of explaining to do. In the end, her mother said, she's better than she was before. Because I told her mother that she would be more Jewish than she was before. She would have more of a connection with God and the Bible and her heritage and the language than she did before. Потому что я объяснял матери, что теперь, когда она стала тем, кто она есть, у нее будет больше близости с Богом, с Библией и, естественно, с прошлым своего народа. So her mother may have believed it, but the leaders in the kibbutz did not. Может быть, мать еще и клюнула на это, но руководители kibbutz это не приняли. They kicked me out, they kicked her out. There were a couple of other messianic Jews in this kibbutz. They were out too. I was allowed to go to another kibbutz, as long as I would not talk about my faith. Наконец, мне разрешили переехать еще в один kibbutz, при одном условии, что я и рта не открою от своих исповеданий. Which is very difficult for a preacher not to do. But I did, and I learned about fifteen hundred words. Which meant I could ask very good questions, but I couldn't understand the answers. Some of you understand this situation. But my faith, my Christian faith was beginning to crack. I came to Israel to share with the Jews that J.C. was the answer. But I came away from Israel with more questions than answers. So what does a person usually do, when he or she feels uncertain? Usually they want to quickly get to a place where they're comfortable, where they were before. And that's what I did. I went to work for a big missionary organization in California. For a couple of years. Then I went to graduate school. To learn about teaching language. And my goal, my vision, my direction, my mission was to go back to Israel as an English teacher. And in 1981, I arrived in Jerusalem, and I got a job in a private language school. Soon afterwards, I was invited by a Christian group that had small, like, little churches in Kibbutzim. But there were just teams of people. There were small Christian teams in about 10 Kibbutzim. I was invited by this organization to become one of their leaders. The name of the group was Project Kibbutz. The kibbutzniks loved them. Why? Because the groups came for a year. They worked very hard. They worked eight hours a day, not six hours a day. And they didn't do drugs or alcohol. They were very good kids. The kibbutzniks didn't believe in any religion anyway, so it didn't matter what the Christians thought. But over the years, a few people did convert. But over the years, a few people did convert. There are stories of one or two marriages. By this time, it was about three and a half years with this group. Three years with this group. And I was asked by the kibbutz to become a teacher in the school system. And they didn't know it, but the kibbutz hired a missionary to teach their children. And they didn't know that they were a missionary to become a teacher in the school system. And by this time, I was learning Hebrew from the best teachers in Israel. Not from the Hebrew University. Not from the Hebrew University. Or Bar-Ilan. But from fourth and fifth and sixth grade children. By this time, my vocabulary was maybe three or four thousand words. I could ask questions and understand most of the answers. I could ask questions and understand most of the answers. Not just the names and the places, but the ideas. Because the missionary comes, this is a very important thing to understand, the missionary comes with a very important concept in mind. And the concept is this, that from the Hebrew Bible, from our Bible, there are some three hundred prophecies that were fulfilled in JC. That's a big number. It's either true or it's not. If it's true, we should believe it. If it's not true, we should expose it. But if it's false, we should openly say about it. Guess what happened to me. Well, представьте себе, что со мной произошло. It's too long to explain now, but I'll just give you the highlights. Долго объяснять, но я впраться скажу. As I began to study the Christian prophecies from the Hebrew Bible, I ran into several problems. I could break them into three categories. Когда я стал изучать христианские пророчества из тонах из еврейской Библии, то я наткнулся на несколько проблем, которые можно разделить на несколько групп. The verse, the prophecy, was either taken out of context. Первая группа — это пророчества, которые вырваны из контекста. Mistranslated. Переведено неправильно. Or made up. Или вообще создано. Now, this made me very uncomfortable. And a little depressed. And when I tried to explain it to my friends, my Christian friends, they said the devil was putting doubt in my mind. Poor devil. He got blamed for everything. You know, he just wants to have a nice day and make the world a bad place. And he's getting blamed for all of my tsuras. За все мои проблемы, его обвиняют. So, what did I do before, when I was in Israel, and things were tough? I went back to America. I did the same thing again. I went back to America. This time, to a big church. Первый раз, когда я приехал в Израиль, у меня дела не пошли, как следует, что я сделал. Я убежал в Америку. Потом приехал в Израиль, что я сделал опять, когда дела не пошли. Я вернулся в Америку, присоединился к гигантской церкви. Вернулся в гавань удобства и стабильности своего дома. И вот в этой огромной церкви я в течение двух лет преподавал взрослым. Это была церковь, которая в 1968 году имела уже около 10 тысяч человек. Было там два года. И вот однажды мне сказали, чтобы я пошел на антимиссионерское собрание. Мне сказали, что это называется Шаббат дом. Я объяснил, приятель, тебе нужно налить, выпить молока, не глотая, и побурлить немножко в горле, чтобы сказать Хаббат. Я действительно не хотел идти на это антимиссионерское мероприятие. Дело в том, что в это время как раз должна была происходить самая удивительная встреча, куда приезжали известнейшие руководители церкви. Там должен был состояться музыкальный концерт, который вел очень знаменитый диско профессионал. И вот я все-таки пошел на антимиссионерское мероприятие и сел вот в первом ряду, где вы сидите. У меня была маленькая кипа на голове. Тейп-рекордер, ноутбук. И я послушал двух очень мудрых раввинов, которые у меня на глазах разбили мою жизнь. Они не собирались этого делать, просто они говорили правду. Они говорили правду о Всевышнем, и о Торе, и о еврейском народе, и о том, что миссионеры используют еврейские символы для того, чтобы обмануть евреев. И это неправдивая, нечестная реклама. И я понял, что они правы. Вы знаете, что это такое? Если они правы, я не прав. И я вернулся в церковь. Не очень счастливым. После этого, около двух лет, я тяжело работал. И в течение времени я стал сознавать глубже, что же я делал. Это было что-то нежно. Что-то вроде безумия. Безумия? Я люблю это слово. Очень безумие. Я пытался научиться новые слова. Спасибо. Спасибо. Я вам приведу пример того, что я делал тогда, когда был молодым миссионером. Во вторник у меня обычно был день, когда я давал советы. Я встречался подряд с пятью-шестью посетителями. Дай Бог, чтобы вы помнили пять или шесть. То есть, что происходило, люди приходили ко мне в кабинет и рассказывали своих духовных проблем. Моим делом было помолиться за них вместе с ними, попросить Бога, чтобы он убрал проблему. Помните, мы говорили про дьявола? Он был в большой степени участником этих встреч. Потому что меня учили, что у каждого человека есть проблемы с дьяволом. Внутри у людей есть демоны. И мне нужно их извергнуть из человека. Так возьмем Моше меня как пример охваченного демона. И я вот рассказываю пастору о своих несчастьях. И я ему говорю, ну конечно, тебя отвергли, когда ты был еще маленьким ребенком. И в твою жизнь вошел демон отвержения. И Бог хочет разбить оковы этого демона. Я мазал его лоб небольшим количеством оливкового масла. Обычно это было масло из Израиля. Потому что оно свято. А потом я кладу свою руку на его голову. И говорил, КАМА! Пыдя! Мы все это делали. И руки помогали. И они обманялись. И они обманялись. И я помню один день, Я даже помню однажды во вторник Я это делаю. И вижу свое отражение в зеркале. И говорю себе, Это что-то жуткое. Глупско. Но что мне делать? Это была жизнь моя. Я был уверен, что я знаю единственный путь к Богу. И если я оставлю этот путь, Я буду веки гореть. Так что я хочу быть несчастливым с Богом Или несчастливым в аду? Это хороший вопрос. Я наконец-то достиг того момента, Когда я настолько внутренне был разбит. Что я больше уже не мог продолжать это. И я нажал символическую кнопку И покинул это место. И в скором времени я стал гоем за ничто. В какой степени я вернулся к тому, С чего я начал в шестнадцать лет. И у меня были жуткие переживания. Потому что все стало в тумане. Ничего не было ясно. Я верил, теперь не верил. Я был там, теперь ушел. Я ходил в церковь и не ходил в церковь. Я пробовал эту деноминацию. Ту деноминацию. With caffeine, without caffeine. Без кофеина, без кофеина. Some churches are like, no caffeine. And some churches are like, really? Нет, 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 против кофеина. О, нет. So one fine day, After I was failing miserably in business, И вот однажды, когда во всех моих делах Точувствовал, что я полностью все теряю. I had a business in tourism to Israel. У меня был тогда бизнес По туристическим поездкам в Израиль. And the first intifada happened. И тогда началась интифада впервые. Nobody wanted to go. Никто не хотел лететь. So I called up my father one day. И вот я звоню отцу. I didn't know him very well. Я был с ним плохо знаком. And he had lived all over the world. А он жил повсюду в мире. Even though he was a simple man from the country. Хотя он был обычный деревенский парень. He had simple country wisdom. У него была земная мудрость. So I called. И я ему позвонил. I said, Dad, what do I do now? И говорю, Dad, what do I do now? And he said in his simple country accent. You just go someplace nobody want to go. And you do something nobody want to do. And you have a job. You know, we can take this on the road. This is good. Somebody might pay a quarter for this. And I had to admit. He was smart. So where could I go that no one wanted to go? And what could I do that no one wanted to do? So I called the school where I learned about teaching language. I said, Do you have any jobs anywhere? They said, Funny you should ask. We just got a call. Someone needs teachers in Saudi Arabia. There's some place nobody wants to go. What do I have to do? We need someone to teach Bedouins in the Saudi Navy how to speak technical English. So there's something nobody wants to do. So I would teach Mohamed how to say hammer. I must teach Mohamed how to say a hammer. Mohamed. Yes sir. Hammer. Hammer. Mohamed. Molotok. Molotok. Abdullah. Yes sir. Screwdriver. Screwdriver. Well, let's see. Atvirtka. Atvirtka. It was an interesting couple of years. It was an interesting couple of years. Including the first Gulf War. I was even involved in some Christian activity in Saudi Arabia. Which is not a smart thing to do. And eventually they asked me to leave Saudi Arabia. And I came back to America. In Southern California. And a friend of mine said, You know, you love Israel. And you love Jewish food. And you love the Hebrew language. What do you know about Judaism? I said, you know, not very much. You know, you know, not very much. I said, you know, not very much. So, this college professor friend of mine said, why don't you go to a synagogue and learn something? Maybe this is your path. So, I looked in the yellow pages. I found a place called Shir Hamalot. I found a friendly congregation. That's good because I didn't want an unfriendly congregation. You know, you know, the kind of congregation I'm talking about? The one where you go in and you sit down. And somebody walks over to you. And says those four words. Not, so glad you're here. But, you're in my seat. Now, I'm sure that doesn't happen here in Bait Gavriel. No. So, I went to the friendly congregation and I said to them, do you have a class for conversion? They said, better than that. We have a bar mitzvah class for adults. And it doubles for conversion, if you need it. I said, I like these Jews. They're smart. They know how to do two for one. So, after nine months, I had a quick and easy, light and breezy conversion. And, literally, for a few months, I would have a quick and easy introduction to Judaism. He's good. And three days later, I had a bar mitzvah. There were 16 of us in the class. Three guys and 13 ladies. We had 16 aliot la Torah that day. It was a long laning. Because a lot of the ladies lamed slowly. After the davening, everything they had, I took my friends to a nice, treif, Lebanese restaurant. And they said, Mazel Tov on my bar mitzvah. And in six months, guess who was the Torah teacher on Shabbat morning in this friendly congregation. And in six months, guess who was the Torah teacher on Shabbat morning in this friendly congregation. Me. I. We would come together on Shabbat morning. We would come together on Shabbat morning. There were doctors and lawyers and professors and very smart people. And I felt very small. Because they knew so much more than I did. I think they just liked to hear me talk. And I did this for almost two years there. And we would sit and talk about the Torah portion of the week. And why it did not apply to today. So, I was very curious about Torah. And I began to investigate other sources. Not the liberal ones. But the more original ones. I discovered the Hasidic insights of the Baal Shem Tov. And I discovered the Rambam and the Ramban. And Rashi. And I would share stories, like Hasidic stories with the people. And some would say, wow. I haven't heard this since Bubby and Zaydi. And others would say, ugh. I haven't heard this since Bubby and Zaydi. And with a little time, I began to realize a very important thought. So, if Judaism is a house. If Judaism is a house. I'm just living on the porch. I'm just living on the porch. And if I wanted to be a Ben-Bait. If I wanted to be a Ben-Bait. Then I had to go in and deeper. And I met some people in Los Angeles who were Torah-observant. And I told them about my spiritual journey. And my quick and easy conversion. And my big group Bar Mitzvah. And they said to me the words I did not want to hear. They said to me. You're not Jewish. What do you mean I'm not Jewish? I go to a synagogue. I teach Torah in the synagogue. I pay $1,200 a year to belong to the synagogue. Who but a Jew would do that? And they asked me questions about Shabbat. I didn't know that much about Shabbat. We studied Torah. Why it doesn't apply to today. We went to the bagel store. We bought a bagel. We ate the bagel. Because Jews eat bagels. We went to the movies. Because Jews have culture. We said Shabbat Shalom. That was Shabbat for me. It was Shabbat for me. Okay. And they taught me about what Shabbat really is. And I realized that I was as far from Judaism as the moon is from the sun. And I realized that I was as far from Judaism as the moon is from the sun. And I'm in a big way. And I went to the Bedi. And I realized it was RCC. The RCC. I was a queen. They had beard. Black hats. And they were very serious about Torah life. И они серьезно относились к жизни Торы. И когда я объяснил им о своей жизни, они подтвердили одно из моих самых страшных опасений. Они сказали, да, ты не еврей. Ты можешь быть даже опасен. Но самое главное, тебе не надо быть евреем. И меня они оттолкнули. И сказали, если тебе действительно интересно, после праздников приходи. А вы знаете, сколько у евреев в календаре праздников? Много. И вот два месяца спустя я прихожу опять. Они меня принимают. С некоторыми условиями. Они мне дают рабае. И вот как-то раз в месяц я приезжаю туда на учебу на расстоянии 50 миль от того места, где я жил. И мне было так приятно, здорово, что я стал приезжать туда раз в неделю. И я платил рабае, чтобы учиться у него. И я мало было денег. Но что удивительно, когда мне нужны были деньги, они у меня появлялись. И мне было радостно платить эти деньги. И я начинал приезжать в то еврейское место на Шаббас. И учился молиться в Шаббас. И учился петь в Шаббас. И стал познавать все эти переживания и опыты всего еврейского года. Роша Шана, Йом Кипур, Суккот. Все вот это. И я даже не знаю, как это вам сказать, потому что частично это коснулось моего сознания. А частично коснулось сердце. И так же, как когда я за несколько лет до этого стал учить иврит. Мне казалось, что это мой родной язык. Лучение Тора, мне стало казаться, это то, что мое. Это родное. И, конечно, это то, что когда мы молимся Мариев, мы говорим то же самое. Слова эти говорят. Потому что это наша жизнь и долгота дней наших. Тора и Митсвы. И вот спустя год с половиной меня пригласили в Микву Лос-Анджелеса. И Марк Сандерс, который вы назвали в честь аптеки, мама меня назвала так. Это объясняет некоторые проблемы, которые я переживала, будучи подростком. Марк Сандерс вошел в воду. А из воды вышел новый человек. А brand new Jew. Новый абсолютный еврей. Гавриил Авраам Авриэль Авиэль. Гавриил Авриэль Авриэль Авриэль. Спасибо. Спасибо. Почему я выбрал имя Гавриэль? Почему я выбрал имя Гавриэл? Я выбрал то имя, которое представляет всех вас. Каждый из вас Гавриэл Ариэ. Сколько Гавриэл здесь? Несколько. Все мои друзья. Пять-четыре человека. Что такое Гавриэл? Малаф. Да, это ангел. А что такое Ариэ? Лев. Царь. Живот. В каждом из нас есть ангел и есть живот. Потому что мы имеем два начала. Мы духовные и мы плотские. И то и другое жило в нас. Одно временно. И одно вечно. Ну, отгадайте, что временно? Вот это вот транспортное средство, в которое мы передвигаемся. Наше тело. И вот там живет животное. Потому что ангел движется, восседая на живот. И наша задача и миссия, как евреев, выдрессировать, приручить это животное. И если мы не используем тору и митцву, этого нельзя сделать. И еврей, который не знает тору, или митцву, этот еврей даже не знает того, чего он не знает. И это самый ничтожный еврей в мире. Он может иметь миллиард долларов. Но это временно. А есть постоянная, духовная часть жизни. В этом отношении он нищий. И вот в этом имени я понял, в чем мое предназначение. И это учить, учить, учить. И применять знания, применять и применять. И менять то, что я могу изменить. И принять то, что я не могу изменить. Бог был ко мне очень добр. И вот около шести лет назад из Калифорнии перебрался в Нью-Йорк. И как еврея у меня исполняется скоро шесть с половиной лет. Небольшая оборудочка для такого ребеночка. И мне Хошем подарил замечательную жену. Женщина, которая была соблюдающей тору еврейкой всю свою жизнь. Я взял в жены женщину, у которой было три замечательных ребенка. А это огромная ответственность. Одному 21 год. Двадцать лет. И ребеночку 18. И те открытки, и те телефонные звонки, которые получил сегодня, к дню папы, невозможно поверить. И я в хороших отношениях с их папой. Иногда мы молимся в одной синагоге. И мы сегодня были вместе на окончании школы ребенка. И мы обсуждали, как платить за их учебу. Потому что быть евреем дорого. Но это стоит каждого доллара. Каждого доллара. Каждый доллар. Нет, нет больше рубля, да? Боже. И вот последние два года на Роша-Шану я приезжал в Улман. И встречал евреев со всех уголков мира. Удивительная семья. Мы свет миру. Но трудно быть светом миру. Если вы хотите, чтобы вас мир любил. Или если вы хотите, чтобы вы были похожи на мир. Наша миссия в том, что мы вернулись к простой правде того, кто мы такие. Кто мы такие, что мы такие, почему мы такие. Что мы такой и зачем мы в этом мире. Вы знаете, что много миссионеров приезжают начиная с 1 июля. И вы знаете, что двумя главными целями являются Бухарская община и Русская община. И они хотят воспользоваться той главной слабостью, которую мы имеем. И наша слабость не смешанная и братья. Это не ассимиляция. Это не возраст. Или наши молодые годы. Это не террористическая деятельность. Это единственная вещь. Невежество. Как я говорил, еврей, который не знает, что он не знает, очень бедный человек. И я бы хотел предложить вам в качестве ответа на атаку миссионеров делать то, что всегда делали евреи. Учить. Если вам меньше двадцати шести, вы имеете право поехать бесплатно в Израиль по программе «Право в день рождения». Вы должны поехать. Это ваше право. Есть люди, которые платят огромные деньги, миллионы долларов, чтобы вы могли бесплатно поехать. Просто поехав туда, вы скажете «Спасибо». Хотите знать, я вам расскажу, как это. Семинары, которые проходят. Отдайте один год жизни. И узнайте все, что можно о иудаизме. Потому что вы сыны, дочери, царей, пророков. Кто-то хочет украсть это право у вас. Старался украсть через безбожную систему коммунизма. Они хотели подрубить дерево вашей жизни. Но сегодня вы здесь, как новая отрасль и ветвь. И так же, как миссионеры говорили мне, когда мне было шестнадцать лет. Я скажу вам о правде, которая за их ложью. И это как мы начали. Бог любит вас. Ха-шем любит каждого из вас. Я хочу посмотреть в глаза каждому из вас. И сказать то, о чем мы обычно не думаем в синагогах. Ха-шем любит каждого из вас. Каждого. О каждом удивительный план и миссия у него в жизни. И так же, как электрическая лампочка должна быть включена в электросеть. Еврей должен быть включен в Тору. Вернуть истоки и понимание того, кто мы, зачем мы и как мы. Миссионеры приедут. И они уйдут. А мы останемся. И мы будем учиться. И мы поможем друг другу. Потому что мы любим друг друга. Мы are family. Мы одно. И это идёт от Ха-шема, который один. Ха-шем ехад у шмор ахад. Ха-шем один, и его одно. Миссионеры приезжают и говорят, что только один есть путь к Богу. А потом становится очень запутанным. Потому что у них около 160 разных групп миссионеров. И каждый из них говорит, что только мы знаем единственный путь. Свидетели говорят, что мы знаем только одни правду. А мормоны говорят, что это они только знают правду. А объединённые движения 50-ти говорят, что только они знают истину. А католик говорит, что это они. А что мы говорим? Так не может быть. Вопросы? Я понял, почему христиане считают, что Иисус вернёсся к евреям, прорывёт к христианству. Почему Christians believe that some of them will happen after Jews will accept Christianity? Потому что христианство началось с евреев. И в течение столетий превратилось в языческую религию. И есть некоторые отрывки в Новом Завете. Которые дают основание верить в то, что в конце времён евреи примут христианство. Есть много толкований, но это главная идея у них. Ага. 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 Так что я приглашаю тебя пригласить своего друга прийти тогда. И я там буду с Раббаем Туви Зингером. Это мой друг и один из ведущих специалистов по работе против миссионеров. И он очень любит бухарцев. Но ты прав. Это длинное и долгое дело. Но у меня есть очень хороший опыт. Когда небольшая группа людей посвящают себя от всей души чему-то. Они могут повлиять на огромное число других. Когда мы молимся, когда мы обращаемся к Богу, как действительно с Ним говорим. Это совершенно другое дело. В следующей неделе приходи с друзьями. Будет много времени для вопросов и ответов. Да, с Бог, с еврейским бухарским сенту и в следующий понедельник. Восемь тридцать. Восемь тридцать. Восемь тридцать. Продолжение следует... Если ты слышал 300, то, наверное, больше. И каждая семья — это драгоценность для нас. Но что хорошего в этом? Они пришли из ничего, из пустоты. А теперь у них хоть что-то есть. И мы с этим что-то можем работать. Они пришли с того уровня, где они никогда до конца не понимали еврейскую Библию. А теперь они используют, читают глубоко еврейскую Библию, свою Библию для того, чтобы подтвердить свою христианскую правоту. Но есть с чем работать. Теперь они знают и верят молитву. Они теперь верят в то, что можно протянуть руку другому человеку. Они хотят изменить что-то в мире. Они хотят жить жизнью, ближе к Богу. Это еврейские идеалы. Раньше я об этом очень волновался. Пока я не понял, что каждый идет своим путем. И у них тоже есть назначенная встреча с Творцом. Поэтому мы должны постараться дать им добрую пищу. И показать им разницу между тем, чему их учат сейчас. И показать им ту правду Тору, которую они никогда не знали. У меня есть друзья, которые помогают вернуть евреев к Торе. И вот небольшая история простая. Это произошло в Грейт-Неке, в Лонг-Ган. Мне позвонил друг, чтобы помочь этой девушке 15-16 лет, которая имела дело с миссионерами. Мы пошли к ней домой. Огромный дом. Это Грейт-Нек. И он сел с ней вместе в библиотеке. И он стал обсуждать с ней ее чувства, переживания, как она понимает Библию, Бога. И он спросил ее, что они тебе сказали, что вера в Иисуса была единственная истина. И она говорит, что они мне много хорошего, но два вещи действительно важны для меня. И она говорит, что эти две вещи, они мне сказали, и я поняла, что это должно быть божественного происхождения. Потому что человек не может это придумать. Потому что люди эгоисты. Это должно быть от Бога. Он говорит, ну покажи, что это. Открывает она христианскую Библию. Где шрифт черным и красным цветом. А красным цветом выделены слова Иисуса. И что-то она там даже подчеркнула хайлайт, каландышу. И она пальцем указывает на первое. Смотри, вот написано. Ты должен любить Бога всем сердцем и душой и сознанием и крепостью. Очень интересно слово, Рабет. Я понимаю, почему ты говоришь, что такой человек не мог бы создать, будучи эгоистом. Это могло быть все только от Бога. А что еще? И она переворочивает страницу опять красным шрифтом слова Иисуса. И она подчеркивает это. И вот Иисус говорит, разлюбив ближнего своего, как самого себя. И Он говорит, помни, что ты мне сказал. Ты считаешь, что потому что эгоистическая натура человека не могла создать такие слова. И Он открывает перед ней книгу Доварим, Второзаконие. Показывает эти строки. Возлюби Бога твоего всем сердцем, всей крепостью, всей душой своей. А потом книга Левит и показывает там новые слова, где она пишет, возлюби ближнего своего, как самого себя. И говорит ей, which is the original and which is the echo. And it was clear. So this is a very good, and what's your name, sir? Как вас зовут? Joseph. So Joseph, this is a very good illustration of what I'm talking about. She knew nothing, and then she learned a little something, and we could build on the little something. So what we need to do, when I say we, I mean Moshe, myself, the local rabbis, we need to teach many Josephs how to reach out with understanding. And not to be afraid of where they went and what they did. Because all they did was say, I'm hungry. Потому что единственное, что они делали, они сказали себе и другим, я нуждаюсь в еде, в пище. И я ем то, что я вижу, эту еду. Потому что они еще не знали, что есть настоящая, хорошо приготовленная еврейская еда. Так может быть, Хашем поможет тебе накормить их. И я с удовольствием помогу тебе. Прекрасный вечер. Вы замечательные люди. Я могу чувствовать presence of Hashem and you have a question back here, sir. Я чувствую присутствие Hashem. Какой это еще вопрос? What do you do if you're encountered by a missionary? What do you do by a missionary? I'll give you the easiest response. These two phrases. Thank you. But no thank you. That's the easiest thing to do. Это самое легкое. Сотни миссионеров приезжают. You may see them on the street. На улице увидеть. They want to give you literature. Thank you. But no thank you. They'll knock at your door. They'll knock at your door. They'll want to give you literature. They'll want to give you They'll want to take your name. They'll want to take your name. They'll want to take your name. Your phone number. They'll want to send somebody to see you. Thank you. But no thank you. That's the easiest answer. Okay? So, I want everybody to practice thank you but no thank you. So, I want everybody to practice thank you but no thank you. For the next few days. Thank you. For the next few days. For the next few days. Thank you. No thank you. No thank you. So, it's natural on your lips. Это, естественно, должно быть у вас. Ну, вот какое дело еще можно сделать. Потому что есть ответы на их притязания. Но я не уверен, сможете ли вы достаточно быстро, достаточно хорошо выучить это, чтобы достаточно четко и кратко им объяснить, чтобы достаточно эффективно их отворожить от себя. Но вы должны знать, что есть четкие ответы на их вопросы. И вот какое у меня предложение. И нам нужно будет помощь, руководство. Я обращусь к Раббе Иошуа. Я ему привезу какую-то брошюру. Вы можете эту брошюру открыто прочитать на интернете на русском языке. «Еврейский ответ миссионерам». И его создала организация «Еврей за иудаизм». Или идите на мой веб-сайт «GavrielSanders.com». И с левой стороны там маленькая связка для большей информации, чтобы ответить миссионерам. Нажмите здесь. Это ведет вас к другой странице. И вы ее кликаете и смотрите русский язык. Там нажимаете «Русский». И получаете буклет 32 страниц. Можете прочесть и узнать самое главное. Еще, что я сегодня привез и оставил с Диной. Это около 200 кассет на русском языке. На фоне моей истории, возвращение к Тории, чтобы подробный анализ искажений переводов апостолами, того, как они исказили нашу еврейскую Библию. Еще две новые кассеты, которые можно размножить. Плюс, да, плюс четыре сборника статей и публикаций, которые можно превратить в флайлсы, брошюры и раздавать ребятам вокруг и около на русском языке. Как выглядят миссионеры? Похоже на тебя с меня. Иногда даже цитсы одевают и ярмолки. Но в основном у них яркие маечки что-то вроде Иисус сделал меня кошерным. Или евреи за Иисуса. Или что-то в этом роде. Так что легко их обновить. You know what? When I spoke to Haskell, he's a wonderful friend of ours, who, you know, he got an apartment, and everything is wonderful. The Jew who was in the Messianic synagogue in Long Island, he told me that one of these Messianic synagogues is considered to be the most orthodox Messianic synagogue within this movement of Messianic synagogues. the pastors tell this rabbi, quote-unquote, you're too Jewish. So Haskell was teaching him Hebrew, Ivrit. And he's told me that he puts цитсы, he clips them on his pants. That's how they do being Jewish, you know? It's a lot of... It's a lot of... It's a lot of... It's a lot of... And here's a friend, our friend, who lived a lot of many years in Messianic synagogues on Long Island, this Messianic synagogues is considered the most Jewish Messianic synagogues. He criticizes all pastors for the fact that he's too Jewish. So this Heskell taught this rabbi, in quotes, to evrit. He's not a evrit. He's not a evrit. And he's not a evrit. 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 I've heard also that watches with the Shema on the arms. Yeah, they still wear the watches with the Shema on the arms. But to answer this young man's question a little clearer, what's your name, please? What's your name, Boruhay. Boruhay. That's a good name. Boruhay. 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 That's a double-better name, so... They're the first Boruhay I met in my life. We're talking about two kinds of missionaries. We're talking about two kinds of missionaries. They're the missionaries that are coming in July. For this campaign. But then there are the other missionaries that are always here. And so the ones that are always here usually dress very nicely. Kind of like us. Kind of like us. Without the hat. Without the yamaka. Without yamaka. They usually have a bag and literature which we're in Но обычно у них сумочка и книжечки. Но ответ тот же самый для всех. Какой ответ, как мы учили? Спасибо, но не спасибо.